Привет, друзья! Очень важный вопрос. Я думаю, один из важнейших. И этот вопрос затронули участники нашей школы «Человек будущего хомофутурус». Вот, например, Эльмирова Мавлутова пишет. «Дорогой Хасаев, в ваших высказываниях я вижу истину, которую все человечество во все времена стремится осознать и которую вы так просто излагаете, проще некуда. Все на сто резонирует с моим нынешним пониманием и восприятием мира. Я не занималась практикой, не принадлежала какой-либо религии, просто жила в согласии со своей совестью. Для других я испытывала от всего радость. И озарение, и глубинное понимание возникали изнутри, из этой неподвижности, свободы, удовлетворенности, чистоты. А это ваше естественное состояние, и это ваше естественное состояние, у которого есть только внимание. Важно только, куда оно направлено. А вы здесь, в ваших условиях, в социуме, даете, объясняете простые приемы. И, управляя нашим вниманием, позволяете оказаться сразу в этом состоянии бесконечного счастья, гармонии, чистого существования. Из нашего законного, естественного состояния, от которого мы оторвались, очаровавшись красивыми картинками, звуками, ощущениями, вкусами, запахами и эмоциями. С безграничной благодарностью, Эльмира. И вот тут Валерий Орляк пишет. Эльмира, вы так красиво и завораживающе пишете, но мое мнение, что вы ошибаетесь, принимая за состояние счастья, гармонии, нулевое состояние, о котором говорит Хосем Адамович. Это состояние необходимо человеку, когда он с чем-то не справляется, с решением какой-то задачи, проблемы, когда у человека возникают травматические или стрессовые ситуации, которыми человек не может справиться в обычном состоянии. И тогда он прибегает к определенным приемам, таким, которые дает Хосем Адамович. А счастье мы получаем от жизни, от того, что в ней происходит, от наших действий, движений по жизни, в том числе от окружающих звуков, природы, картинок, отношений с другими и так далее. А я написал, надо сделать отдельный ролик по этому вопросу, вижу, как он важен. Да, конечно, я бы хотел пригласить ее и Эльмиру Молотову, и Валерию Орляк навстречу, чтобы мы сделали такой ролик. Но я уже сказал суть вопроса. Что такое болевое состояние, о котором мы говорим, которое происходит в момент разгрузки, да перезагрузки, чтобы выйти из минуса, из негативных эмоций, штурма эмоций, выйти на состояние безмятежности и через это выйти в плюс, помечтав о желаемых изменениях в себе и в будущем. Ну вот, смотрите, мы об этом еще поговорим. Это действительно достойно отдельного ролика. Но при этом я еще хочу сказать одну вещь. Вот, например, картина, видите? Вот это, вот это. Жизнь в вагончик. Жизнь в вагончик. Трясет. А вот это райское дерево на планете Эдем. Видите? Так вот. Жизнь в вагончик, конечно. И когда мы попадаем в какое-то состояние стресса, когда нас трясет, и когда нам организм подсказывает какие-то действия, которые нужно сделать, чтобы опять найти в себе гармонию, в себе и с миром, то можно сделать приемы, конечно, саморегуляции, там, потрястись, там. Но не на людях. Это дома делается в удобное время, чтобы выработать навыки, потом снимать лишнее напряжение уже без стресски. И другие приемы, которые мы подбираем. Это понятно. Те, кто смотрят наши ролики, очевидно, начинают понимать, что такое метод ключа. Что ключевые действия, которые человек там совершает, для того, чтобы воспитать у себя навыки, чтобы потом без упражнений справляться в любой обстановке. Только ментально. Захотел и стал таким. Да, ну, это новый уровень развития самосознания с помощью этих приемов развития личности. Так вот, я хочу что сказать, что иногда мне пишут там, ну, это же есть и в других методах. Ну, конечно, это везде есть, во всех методах мира, а также в народной культуре, в обычаях, в танцах, в хороводах, в плясках, в физкультурах, в йоге, в медитации. И все эти приемы есть. Но здесь действительно методик ключа. Это рациональное зерно осмысленно. Оно выявлено осознанным образом. Дается в виде упражнений, чтобы человек сразу мог понимать, подбирать, подбирать. Не механически повторять там, пока не получится там какой-то прием, как упражнение, как в йоге, например. И там зависит от того, кто у вас мастер-гуру. Да, а здесь критерии, подбора приемов. Когда человек сам может подбирать себе приемы, что оказалось, что подбирает именно по критерии максимальной комфортности. Потому что мне иногда пишут, вот это вот, вот это ваше движение весь назад или хлёст, там мне не подходит, это может шею свернуть и так далее. Но так не надо этого делать. Мы же говорим, всегда повторяем, критерием подбора ваших собственных приемов, индивидуальных, является максимальная комфортность, максимальная естественность, максимальная простота, максимальная доступность. Эти приемы даются как примеры, среди которых вы подбираете свое. Конечно, которое вам подходит. Зачем вам делать то, что вам не подходит? Никакую практику не надо делать через насилие над собой. Вы действительно так можете и шею сломать. Я это повторил много раз. И, пожалуйста, в следующий раз не пишите мне такие комменты, а пишите другие комменты. Почему? С вопросами пишите. Потому что мне вот на вчерашнее видео написали, а что такое преференции для участников школы? Какие преференции у вас? Вы сказали, что у вас преференции. Ну, как такие? Я некоторое время назад, уже несколько лет, сказал, что участники школы, которые проявляют себя комментами, вопросами, вопросами, предложениями, участвуют на наших бесплатных ликбезах с вопросами, которые проявляют себя как действительно участники среди тысяч, сотен тысяч людей, которые... У нас же очень много людей, которые смотрят наш канал. Очень много. И вот те, которые себя проявляют, они, если производится какой-то вебинар, получают этот вебинар, который я провожу, который я провожу, без участия какого-либо приглашенного спикера, если я его провожу, то они всегда, вебинар, если он наплачивается, они получают, вот эта преференция, всегда не более одной тысячи рублей. Мало того, они участвуют все на бесплатных ликбезах, они получают всегда рассылки, они получают информацию на этих вебинарах и на бесплатных ликбезах всегда уникальную, которую вот ни на каком другом канале вы не возьмете, потому что я автор метода ключа. Естественно, я даю уникальный материал, тем более, что вместе со мной его дают и мой сын Алена Лиев, и дочь Шейла Лиева, они тоже соавтора метода, потому что мы всю жизнь этим занимаемся. Еще много участников школы Чеопуты, Хомофутурус, которые уже обозначены в книгах наших и сейчас еще и новое выйдет в конце апреля. Да-да, это же такой труд уникальный, который не повторяется, мы его нигде не переписали, ни у кого не взяли. Это уникальные материалы, и поэтому и официально признанные, признанные, метод признанный, официально, и Минздраву утвержденный, и Минобразование было рекомендовано, и там во всех этих структурах участвовал, и отзывы положительные имеют, и почетные грамоты, медали, и так далее. Этого нигде нет. Поэтому преференции, еще раз скажу, что такое. Что такое тысяча рублей моего вебинара без приглашенного спикера? Это то, что я сказал, и, безусловно, следует традиции, несмотря ни на какие материальные выгоды поставить, просто три тысячи. Ну, какие проблемы? Три тысячи. Уже было бы больше денег, и мы бы еще больше школу развилили. Мы же эти деньги тратим на развитие школ. Но я так не делаю. Я ставлю тысячу, и как-то вот так мы делаем, чтобы как-то вот так вот, потому что у меня нету оплачиваемых сотрудников. Это понятно. Но многие же думают, которые не в курсе дела, они думают, что у нас сидит команда, что это какая-то компания, которая деньги зарабатывает. Да нет, друзья. Это просто коллектив единомышленников, просто помогают друг другу бесплатно. Ну, вот это мы деньги тратим на развитие школ. Поэтому тысяча рублей, когда я провожу вебинар, это тут уникальный контент, который официально утвержден, это значит, он прошел такую многократную проверку. Так вот, это вообще, я не считаю, это большие деньги или нет. Ну, не хотите, не берите, но кто же вас заставляет? Ну, у вас же есть выбор, берите на бесплатный ликбез, приходите там, задавайте в зуме вопросы. Ну, кто вам мешает? Это я говорю новичку, который не в курсе дела, и который задал мне этот вопрос, а в преференциях. И вот еще какая преференция. Почетные участники школы, которые регулярно проявляют себя комментами, которые проявляют себя вопросами, которые проявляют себя предложениями, идеями, обменом опытом, они имеют бесплатный вход на вебинар. И я сижу всю ночь, рассылая им пригласительные билеты, бесплатный вход. Вот же преференции какие. Еще раз повторюсь, вебинар без участия приглашенного спикера одну тысячу рублей, несмотря на то, что цены растут, несмотря на то, что во-во-во-во. Второе. Целый отряд бесплатных приглашенных на вебинар. Послушайте, если бы вы просто понимали, какую титаническую работу я произвожу для того, чтобы у нас эта школа работала, для чего? Для того, чтобы люди получали помощь, поддержку, получали простые инструменты многоцелевого использования. Потому что на самом деле, оказывается, все эти инструменты у нас есть. Мы их инстинктивно применяем. И мы нервничаем, когда думаем о чем-то. Почему мы тогда нас трясет или мы ногой качаем или там жвачку жуем или пальцами стучим или ходим туда-сюда по комнате. что это помогает нам думать. А если мы сделаем это автоматическое действие, которое мы обычно делаем неосознанно, сделаем осознанно в виде упражнения ключа, у нас открывается сознание. У нас самопознание происходит, саморазвитие происходит. техника работы с подсознанием производится через это. Открываются наши человеческие качества, открываются наши изобретательские способности. Боже ты мой, там такое-такое. и поэтому возвращаясь к началу, я сказал о том, что Эль Мира Мавлутова написала прекрасный пост. Она написала, что не занималась никакими практиками, не принадлежала никакой либо религии, просто жила в согласии со своей совестью, для других испытывала эту всегда радость, озарение и глубинное понимание возникали изнутри, из этой неподвижности, свободы, удовлетворенности и чистоты. Внимание! И это наше естественное состояние, у нее это естественное состояние следования совести, чистоте, и она это считает счастьем. Да, и поэтому она говорит о том, что вы показываете этими приемами, как этого добиваться, что приемы очень простые, что они очень созвучны и очень благодарны за это, потому что в социуме действительно да, и трясет, и всякие проблемы бывают. Вот чтобы там опять выходить на самое себя, вот она так это оценила, я и так душевно благодарен. И Валерия Орляк еще расскажу, это очень важный сегодня ролик, очень важный сегодня ролик, и она так сказала, Эльмира, вы так красиво заварыши пишете, но мое мнение, что вы ошибаетесь, принимаясь за состояние счастья, гармонии, нулевое состояние, о котором говорит Хосай Магомедович. Да, я сформулировал в итоге ответы на эти посты, я хочу, чтобы мы пригласили на бесплатном ликбезе, или сделали еще один отдельный ролик Эльмиру Мавутову и Валерию Орляк, и еще раз поговорили, потому что мы на самом-то деле может быть одно и то же говорим об этом разными словами, иногда так бывает, а иногда бывает, что мы разные вещи понимаем под одним и то же, понимаете, вот слово любовь к ближему, например, нам всегда предполагается эмоциональное чувство, ну как я могу, например, любить соседа, если он все время пьяный приходит и сапогом дверь стучит, но я же не могу его любить, правильно? А реже там касалось не эмоциональную любовь, а отношение как к человеку, человеческое, поэтому эти вещи, поэтому наша школа чек будущего как раз-таки занимается определением понятий, что такое любовь, сопереживание, что такое быть собой, что это счастье, быть собой, как раз-таки что значит быть собой, что значит быть собой, ты Петров, он Сидоров, Илья Иванов, Илья Илья Ильев, что значит быть собой, а быть тем, который ты есть по сути или по форме, а в каком возрасте, а с какой профессией, а может быть по сути как человек-творец быть собой, а может быть как гуманист, альтруист, а не эгоист, когда ты в стрессе, в этом неуправляемом трансе, когда внимание не фиксировано на неожиданной какой-то неприятности и так далее. Короче говоря, друзья, пожалуйста, прослушайте этот ролик, как я его высказал, потому что я, как говорится, сказал то, что я думаю. Отзовется у вас кто-то, напишите комменты, потому что нам надо немедленно продвигать нашу школу. Очень многие люди нуждаются в поддержке психологической, нуждаются в помощи. Сейчас очень сложная ситуация в мире. Прояснится голова у человека, а он начнет лучше понимать. И вот мой вам афоризм. А если человек не дружит со своей головой, к сожалению, он не знает об этом. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok